Итак, Центробанк сегодня решает, что же делать с ключевой ставкой. Эксперты говорили, что никакого понижения не произойдет. С нынешних 16% ставка вырастет минимум до 17%. Хотя ЦБ подавал сигнал, что не все так однозначно, и могут быть другие варианты. Пойдет ли регулятор на новое ужесточение политики или напротив удивит рынок, мы будем говорить об этом сейчас, и следим за новостями, потому что в эти минуты Центробанк должен вынести решение. У нас в гостях Павел Медведев, доктор экономических наук. Павел Алексеевич, добрый вечер. Здравствуйте, Павел Алексеевич. Почему вечер? Потому что ты работаешь в линейке вечера, день для меня не привычный. Ты чувствуешь себя не на своем месте? Немножко не на своем месте. Как будто бы, да, чуть-чуть. Павел Алексеевич, может быть мы для начала и объясним людям, что такое ключевая ставка и как она влияет на нашу жизнь, потому что немногие понимают, что это такое. Давайте я начну с того, что напомню, что такое гонец, несущий дурную весть. Это в нашем случае это Набиулина. А ставка это дурная весть. И больше ничего. Набиулина нам сообщает, что происходит на рынке таким коротким способом. Ставка. А на самом деле за ставкой прячется вся наша экономика. В нашей экономике так велика инфляция и потенциал инфляции так велик, что Набиулина нам говорит, нельзя кредитовать дешевле, чем, я думаю, сейчас скажет под 18%. Почему? Потому что когда Центральный банк объявляет эту ключевую ставку, это не схоластическое заявление, это абсолютно приземленное заявление. Если большой банк, надежный банк, про который так думает Центральный банк, что он завтра не развалится, нуждается в коротких деньгах, вот ему сегодня нужны деньги, потому что слишком много пришло клиентов забирать свои депозиты. Так получилось, что на сегодня пришлось много концов, времен депозитов. Ему нужны на короткое время деньги, потому что надо же расплатиться с гражданами, а там через два дня он эти деньги отдаст. Так вот он получит у Центрального банка эти деньги под 18%. Почему нельзя под 5 давать? Потому что если дашь под 5 при высокой инфляции, то фактически деньги не в долг даешь, а даришь. Частично даришь, потому что через некоторое время отдашь меньше, реально номинально отдашь плюс 5%, а реально-то отдашь меньше, потому что инфляция очень большая. Еще раз повторяю, инфляция как бы состоит из двух частей. Из реальной, об этом нам говорят кое-что, кое-что мы сами понимаем, как мы сходим в магазин, не глупее тех, которые нам говорят. Официально мы сейчас вышли на уровень в 9%. Это про инфляцию. Вы знаете, инфляций разных много. Есть такая группа товаров, которые действительно дорожают в годовом исчислении приблизительно на 9%. Но в эту группу входит очень немного товаров. Есть еще группа товаров и услуг, которая состоит из всех товаров и услуг, которые в нашей стране производят. Это другой набор. И там инфляция другая. Наконец, есть некоторый потенциал. Сегодня потрачены деньги на производство разных товаров и услуг. Некоторые товары и услуги, за которые заплачено, будут завтра проданы на рынке и деньги вернутся. А многие товары и услуги, за которые заплачено, много заплачено, проданы не будут. Оборонка не продается в магазине. И оборонка у нас успешная. Рост экономики в основном сейчас за счет того, что быстро оборонка растет. То есть вчера, грубо говоря, производили один танк, а сегодня два. Но ведь тот, кто произвел танк и получил деньги, когда пойдет в магазин, не скажет полкилограмма ствола танка мне, попросит масла. Те люди, которые получили деньги за услуги, некоторые произвели такие услуги, которые продаются на рынке, то есть деньги возвращаются. А другие производят такие услуги, которые не продаются на рынке. А деньги-то они получили, и свою услугу-то они не покупают. Они какую-то другую услугу покупают. Денег стало больше, а услуг и товаров, может быть, и стало больше, но не в такой степени, в какой стало больше денег. Набиулина это хорошо видит, хорошо понимает. Она понимает, что дополнительные деньги, которые влились в экономику, не мгновенно приводят к инфляции. А через некоторое время, пока они дотекут до магазинов, где им не соответствуют товары, и она заранее должна позаботиться о том, чтобы не было вспышки инфляции, она должна по возможности сократить, или во всяком случае не позволить увеличиться количеству денег, которые находятся под ее контролем. под ее контролем находятся кредиты. Если процент высокий, кредиты возьмут меньше. Тем самым она заранее позаботится о том, чтобы картошка в магазинах вдруг не стала втрое дорогой, чем сегодня. Хорошо, ну вот смотрите, я как обыватель рассуждаю. Инфляция у нас официальная, ну вот сейчас вышла на уровень 9%, может быть, к концу года она будет все-таки поменьше, с учетом сезонности, может быть, будем надеяться, сезонные овощи подешевеют, и немножко эти инфляционные процессы собьют. А ключевая ставка от Центробанка почти в два раза выше текущей инфляции. Может быть, стоило бы понизить эту ключевую ставку, ну ближе туда вот к инфляционным процессам, сделать ее 10%, и тогда станет доступным кредит на ипотеку, тогда, может быть, станут доступными кредиты для производства, потому что очень многие бизнесмены жалуются на то, что кредитоваться совершенно невозможно. Ну и ты уже не пойдешь ни за каким кредитом, потому что он тебе не по карману, тебе предлагают под 20% ипотеку. Вы знаете, я так давно живу на этом свете, что когда я начинал учиться, еще были живы царские профессора, у которых были общие знакомые с Софьей Ковалевской. И вот через этих профессоров я получил от Софьи Ковалевской такой месседж. Софья Ковалевская, по словам этих людей, говаривала, «Факты противоречат моим теориям, тем хуже для фактов». То, что вы говорите, это замечательная теория. Если процент ниже, то он транслируется в цены, в том смысле, что и цены становятся ниже. 150 лет продолжается противоречие между фактами и этой вздорной теорией. Последний эксперимент просто на наших глазах был произведен. Ощастливили граждан, снизили процентную ставку по ипотеке. Это про льготную ипотеку. И тут же через три месяца граждане, каждый гражданин, осчастливленный этим низким процентом, в месяц за ту же самую квартиру стал платить каждый месяц больше, а длина кредита увеличилась на 10-15%. За все время этого счастья цены выросли на недвижимость в 2,3 раза, а ежемесячные платежи граждан в среднем выросли в 2 раза, а длина кредита выросла на 15-20%. То есть Софье Ковалевской надо в ножки поклониться. Она просто это самый скреп российского счастья. Вот смотрите, у нас есть пример ближайшей Турции, где ключевая ставка задрана, сейчас я боюсь ошибиться, то ли до 60%, при этом инфляция по прошлому, по прошлым годам достигала 80%. Вот, казалось бы, ставка задрана настолько, но как она влияет на инфляционные процессы, мы видим только в сторону повышения. Или здесь нет такой зависимости? Вы знаете, среди моих учеников не только Набиулина, но еще Гайдар. И Гайдар мне бывал, уже после того, как он вышел из политики, бывал, говорил, Павел Алексеевич, лучшая в мире страна – это Китай. Они так заврались уже в своей статистике экономической, что вынуждены обращаться ко мне, ну, к институту его, и нанимать его и его институт, чтобы из той лжи, которую они публикуют, как-то вытащить правду. Вот про Турцию он мне этого не говорил. Умер слишком рано. А то бы сказал, честное слово. Есть ощущение, что там со статистикой играются. Очевидность совершенно. То, что там говорят, как только вам начинают официальную статистику по Турции сообщать, надо заткнуть уши, чтобы не получать ложную информацию. У нас самый низкий показатель ключевой ставки был в России 4,25. Он держался с 30 июля 2020 года по 11 марта 2021. То есть тогда нам казалось, что, о, боже, как высоко. А сейчас, с прогнозируемыми 18-ю... Изменилась структура экономики. Теперь 22-й год. Значит, Набиулина... Знаете, есть такой детский анекдот. Ванька, принеси пол-литра. Денег дай. Ну, знаешь, за деньги дурак принесет. Любой принесет. А ты так достань. Вот бедная Набиулина оказалась в положении этого мальчика. Она должна бить по результатам. А причины не в ее руках. А причины – это структура экономики. Еще раз повторяю. Ключевой вопрос – сколько денег платится за продукты и услуги, которые не продаются на рынке. Какая доля? Вот эти американские империалисты все время давят на Европу и заставляют Европу поднять расходы на оборону до 2%. Ну, вы обалдели совершенно. У нас официально 9%. Да. Значит, структура... Вот Европа двух не может выдержать. А мы, спасибо Набиулиной, официальные 9 выдерживаем. Вопрос. Если сейчас разные мнения, буквально с минуты на минуту, да, должен Центробанк... Я слежу за новостями. Да, отслеживаешь. Некоторые говорят, что и останется на прежнем уровне, некоторые 17%, некоторые 18%. Если сейчас 18%, они говорят, ключевая ставка. Как это принципиально повлияет на нас с вами? Вот вопрос надо задать наоборот. Так. 18% – это уже влияние, но только не на нас, а на процент. Нечто присутствует, наблюдается в экономике. Набиулинов выглядывает из своего окошка на неглинное 12% и, ахает, господи, это же сколько же денег придется повышать ставку, потому что, если не повышен, и так далее. Логика зависимости ровно обратная. Набиулина зависит от того, что происходит, а не мы от Набиулины. Набиулина просто констатирует, еще раз повторяю, она гонец, несущий дурную весть. Конечно, гонца, несущего дурную весть, надо как-нибудь это само осудить. На нас-то это все равно отражается. Но это если ты возьмешь кредит, с вами. На нас уже отразилось. И теперь это сообщение о том, что отразилось, в 13.30 мы получим от Набиулины. Набиулина нам скажет, на вас отразилось. И вот так, 18%. Вопрос из Башкортостана. Набиулина обещала инфляцию в 4%. Это, по-моему, показатели на следующий год. В 20-й год. Нет, 20-й год это у нас было. По-моему, мы должны выйти в следующем году. Нет, про инфляцию говорить. 4% планируется в следующем году. Как такое возможно, спрашивает телезритель, при такой высокой ставке Центробанка? Вот вопрос задается логически наоборот от того, что нужно. Набиулина в свое время, при тех данных, которые были в ее голове и в реальности, она очень здравомыслящая. Я ее знаю с ее 17 лет. Она всегда была очень здравомыслящим, спокойным, упорным в учении человеком. Единственное, чего я от нее не ожидал, это такого поразительного мужества. Я к такой хрупкой женщине это слово-то плохо подходил. Все остальное мне очевидно. Вот в этом потоке абсурдной ненависти, она такое впечатление, что она даже и не волнуется. Хотя я подозреваю, что в душе буря просто. Но внешне она себя ведет замечательно. Так вот, она гонец, несущий дурную весть. А были времена, когда она могла принести хорошую весть, потому что данные были другие. Но ведь эти данные не она создает, она их наблюдает и по возможности старается смягчить удар от плохих данных. И наоборот поддержать хорошие данные. Вот когда-то было такое положение, да, когда 4% было возможно. Мы с вами часто говорим. Извиняю, я сейчас бегу глазами по смс-сообщениям и вижу, что народ просто полощет на Биулину как может. Но это просто даже невозможно зачитывать. Ее увидят главным врагом. Позволю себе свое оправдание сказать, что я-то ее уговаривал создать такой специальный, что ли, цикл передач по телевидению у вас, например. И рассказывать каждый день, каждый день, каждый день, что она делает и для чего. Что такое эта ставка. Чтобы люди не столько поняли, сколько привыкли заставлять людей, которые там, я не знаю, первоклассные хирурги, еще понять эту премудрость финансовую. Это бесчеловечно. Но чтобы они слышали что-то. Это правильно. Вот, к сожалению, Центральный банк этого не сделал. И из-за этого, ну опять-таки, мне так кажется, не я на Биулин, а она на Биулина. Она работает в этих, на мой взгляд, ужасных условиях, когда люди часто непонимающие, обычно непонимающие, на всякий случай проклинают. Беда стоит в том, что среди моих учеников есть такие, которые понимают, а все равно проклинают. Вот это уже просто мерзость. Да, потому что работает. Но, тем не менее, 18%. Соответственно, мы с вами часто здесь говорим про кредиты. Ставка повышается, кредиты дорожают. Можно сказать, что... Кредит подорожал, и Инна Биулина сказала до какой степени? До 18%. А не наоборот. Не она придумала 18%. Ну, если будет 18%, я думаю, что будет 18%. Если мы говорим про потребителей, то сейчас, соответственно, брать кредит станет невыгодно, но, тем не менее, выгодно вкладывать деньги. Вот выгодно, невыгодно, это долгая история. Потому что, когда мы говорим 18%, ну, нам говорят, ну, конечно, кредит брать невыгодно, но вы депозит положите в банк. И люди радуются. Господи, теперь оппозит уже 20%. Депозит 20%. Сколько я заработаю? Ай-яй-яй, ой-ой-ой. А заработаешь чего ты? Тебе какие рубли выдадут через год, через два, под 20%? Тебе выдадут плохенькие рубли. Да. Которые, скорее всего, все вместе будут меньше стоить, чем ты отнес в банк. Но это не Набиулина придумала. Это так устроена жизнь. Таков закон природы. Если экономика много энергии тратит на что-то, что не продается, то приходится отщипывать от того, что продается. Приходится от ваших денег отщипывать. Павел Алексеевич, вот народ спрашивает из Сверской области. Ключевую ставку повысили, повысило все. Нужны другие меры для борьбы с инфляцией. А есть варианты, как еще можно с инфляцией бороться? Подождите, я боюсь быть неделикатным, но я, кажется, уже намекнул, в каком месте проблема. Нет, этот тезис мы можем отсечь про связь вот этой ставки и повышением цен. А вот методы борьбы с инфляцией, они в чем заключаются? Вот если что-то случается, надо искать под фонарем. Потому что за углом, где все это случилось, не принято. Вы были правы, кстати, в своих прогнозах, вот только что стало известно, 18%. 18%, да, это очень правдоподобно было, да. Больше года она держалась на 16%. Да, на 2% пункта. Эти аналитики так и предвлекали еще перед экономическим форумом. Но было все-таки и 17%, и 18%, и какие-то особо смелые заявляли даже про 20%. Мы можем сейчас давать какие-то... Я вот еще, ну вот насколько я понимаю, что делает Набиулина. Набиулина очень рациональна. И вот она готова по-видимому, не знаю, откуда она силы берет, терпеть вот это вздорное проклятие. Но она при этом понимает, что она работает в среде, где живут люди, а не компьютеры. Поэтому политическую сторону дела, как мне кажется, в нужном масштабе она учитывает. Вот в предыдущий раз на самом деле надо было сделать 17%, я думаю. Но шла конференция, форум в Петербурге. На фоне форума сделать 17% это было нехорошо, это было обидно для людей. Для компьютеров, если бы страна была населена компьютером, надо было бы 17% сделать, а для людей не надо было. И она правильно поступила. Ну что, в 3 часа, кстати, будет итоговое заявление Набиулина. Но в любом случае мы можем уже говорить о том, что ключевая ставка повышена сразу на 2% пункта, до 18%. Павел Алексеевич, мы вас благодарим. Очень много сообщений от зрителей. Люди вам восхищаются. Спасибо. У нас очень добрый народ. Спасибо вам. У нас всякий народ, скажу я вам, читает. Ну вас-то смотрят. Только добрые люди. Павел Алексеевич Медведев, у нас был в студии доктор экономических наук. Друзья, короткая пауза, скоро увидимся.